Я как-то собирался сначала наваять презентацию, где будет много-много котиков, как обычно, но потом решил, что это ОСМ, тут все равно будет много котиков, поэтому не обязательно. Так, кто вообще не слышал, что мы тут рисовали Краснохолм неделю назад, неожиданно? Все остальные в курсе. Ну, так и предполагалось, но все равно у меня куча впечатлений по этому поводу. А вам нужен микрофон? А, с микрофона записи идет, да? Да. Хорошо. Поэтому хочу рассказать, как это было, как это я видел, и, может быть, услышите что-нибудь новенькое про это дело. В итоге никаких слайдов я готовить не стал. В принципе, мне для рассказа достаточно двух картинок. Краснохолм две недели назад, Краснохолм сегодня. Ну, практически так и будет. Три картинки. Сейчас. Где, 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 где? С той стороны, где? Кнопочка с мышкой. Во! Отлично. Супер штука. Да. В общем, маленькая вводная. Двензель. А, с чего начать? Есть у нас такой сайт OpenStreetMap.ru, который усилиями камрада Йоршикус постоянно подпиливается, и, в общем, он его не забрасывает. Помимо того, что на OpenStreetMap.ru начали, там, есть поисковик по России, там, каталогизатор по и прочие прикольные фишки, Йоршикус там оставил свой адрес, который сейчас официально-неофициально, но является фактически основным официальным порталом для связи с сообществом ОСМ. Хотели сделать почту совета, совета OpenStreetMap.ru, основным таким каналом связи, а оказалась в итоге почта Йоршикуса, потому что ему писем приходят гораздо больше. Ну, плюс какой-то в этом есть, во всяком случае, теперь люди знают, куда стучать. И вот полтора недели назад он постучался в чатик и говорит, ну, тут такое дело, пришло письмо. Письмо такое. НИРЦ ГЛОНАСС, организация в Волгограде, они, по-моему, живут, занимаются внедрением ГЛОНАСС, мониторинг транспорта, вот всякое такое популярное направление, которое у нас сейчас активно внедряется сверху. В общем, написали они письмо следующего вида. Вот мы используем вашу замечательную карту в своих решениях, и все бы здорово, но в районе Оренбурга карта прорисована так себе. Нас интересует город Краснохолм, мы сейчас делаем там решение для Министерской фельдшерской станции. В общем, вот вам данные, внесите их, пожалуйста, в OpenStreetMap. И приложена мапинфовская карта с несколькими слоями. В этих слоях здания, дороги, земельные участки. Хорошие такие годные таблицы, явно не с потолка взятые, кем-то собирались, местная архитектура, администрация, не знаю кто, не кадастры. Ну и в общем, вот такая вот ситуация. Что нам с ними делать, как нам им ответить? Потому что известно, просто так мы данные со стороны в ВСМ не вносим по лицензионным вопросам. Ну, собственно, Йоршик успостучался, что нам ответить? Подумали с ним полчасика и наваяли ответ в духе, мы очень рады, что вы используете наши данные. То, что вы нам прислали, это вообще просто супер, здорово и замечательно. Мы обязательно это внесем. Для начала давайте уладим некоторые юридические формальности. И расписали, что по-хорошему, так как вы работаете с государственной организацией, вам, наверное, не составит труда сделать писеменный запрос в администрацию или местную архитектуру, с просьбой предоставить данные под лицензии ОДБЛ, ну, в общем, для внесения в OpenStreetMap. Такого плана. Так вкратце расписали, отправили, ну и фактически забыли, потому что решили, что на этой стадии обычно все обламывается. Дальше вот с администрацией, с архитектурой, там никому иметь контактов совершенно не хочется, и интерес как-то сразу пропадает. Ну и решили, что, скорее всего, в этот раз будет то же самое. Хоть карта на руках и есть, но делать с ней ничего нельзя. А карта, кстати, хорошая. Я ее накладывал на спутник, смотрел. Контуры домиков совпадают, контуры участков тоже так очень хорошо ложатся. То есть с виду вот так, ну, здорово. И неожиданно дня через четыре, по-моему, нам пришел ответ. То есть, правда, совсем не ждали. Так, мышь еще работает, нет? Да, есть. Ответ, ответ, ответ. Где-то. Да, вот такой. На нашу просьбу прислать что-то официальное, да, администрация. Прислали вот такую вот штуку. Если посмотреть, очень веселая штука. Начинается она вот так. Руководитель OpenStreetMap, город Москва. Да, и вот тоже просим интегрировать единую оболочку SM. Вот, предоставленный нами файл. И все это идет за подписью главного врача города Оренбурга. Но, как видите, за подписью, с официальной печатью. В принципе, мне кажется, что после этого письма вся идея создания совета, она себя оправдала. Потому что вот этим мы официально легализовались в правовом поле в России. Да, видите, нам пишут письма официальные органы. Причем это не полиция, не прокуратура. Можно придумывать герб, не знаю. Ну, все это было мило и здорово. Мы тоже дико поржали и задумались, а что с этим реально делать. Потому что, с одной стороны, видно, что ребятам это действительно необходимо, потому что они быстренько поднапрягли филишистскую службу. Они им нам написали официальную бумагу. То есть они готовы присылать, идти официальным путем. Вот им действительно горит. Редкий случай, когда ОСМОМ вот так вот сильно заинтересованы. С другой стороны, ну, это ничто. Потому что главврач, он явно не обладатель вот этих вот данных. Он не может нам давать право. Ну, и просьбы интегрировать это не то. В общем, и так тоже сидели и размышляли. А что нам делать? Писать НИРС. По-моему, они решили все с себя свалить, нагрузить своих заказчиков, заказчики врачей. И гонять врачей вот с этими нашими лицензионными вопросами, чтобы они присылали письма в администрацию, как-то общались, но тоже как-то нехорошо. Отвлекать людей от работы, ну, от серьезной работы. И вот что делать, неясно. Хотели вроде еще раз позвонить, позвонить уже в этот раз в НИРС и попробовать им объяснить на словах. Потом Йоршикус решил позвонить вот в Оренбург непосредственно врачам. До кого-то он дозвонился. Там первый раз не получилось. Четыре часа разницы между Калининградом и Оренбургом, сказывается. Он попал в обед. Потом дозвонился и вроде как объяснил ситуацию. Ждем дальше. Проходит еще пару дней. И нам приходит еще одно письмо. Вот. Тоже очень классное письмо. Вот. Руководитель OpenStreetMap город Москва. Уважаемый руководитель. Настоящим сообщаем вам. Ну, да, видите, дальше по тексту. Несмотря на тоже достаточно забавную форму, это письмо уже получается у нас от начальника управления по информатике и связи города Оренбурга. Что уже гораздо больше похоже на право. Ну, то есть, мало того, по-хорошему, нам действительно дают официальный карбанш на использование предоставленных данных. Вот. Говорю, несмотря на смешную форму, по сути, это живое, настоящее разрешение. Я таких еще до этого не видел. Вот. Первый раз. Было очень приятно. И тут же возник вопрос. А так, хорошо, а что дальше-то? С одной стороны, забросили письмо вот в совет на предмет послушать негативные мнения, в первую очередь негативные. Услышать такое, что нет, ребята, нам все равно это не дает права использовать данные, потому-то, потому-то, потому-то. Потому что сами были уверены, что на самом деле все можно. Письмо забросили. Первым откликнулся зверик, Илья. Девиз, который теперь, наверное, будет звучать долго, на вопрос рисовать или нет, как ты сказал? На вопрос рисовать или нет, у нас может быть только один ответ. Мне это страшно вдохновило. Да, главное, что... Приветствую, заходите. Главное, что до этого мы еще неюрцу писали, что вот если вы добудете официальное разрешение, официальное письмо какое-то, мы со своей стороны приложим все силы, чтобы в кратчайшие сроки эти данные внести и добавить в ВСМ. Ну, вот как бы у нас на руках письмо, пора прикладывать действительно усилия. И пока суть до дела, я думаю, отдай-ка я немножко общелкаю дороги в Краснохолме. Ну, то есть пока вот без использования тех данных, которые нам предоставили, просто по снимку. Там хорошее бинговское покрытие было. Я его начал общелкивать. И опять же-таки на почту Совета написал, что вот как хотите, а я вот уже начал рисовать. Но по-хорошему домиков там много, поэтому нужны домикам маньяки. Рисую я себе, рисую это дело в ВСМ, значит. Данные не выгружал. Начал выгружать данные, нарвался на конфликты. Опаньки. А это значит, что кто-то уже рисует параллельно со мной. Посмотрел, кто рисует, оказалось, что пришел известный многим в сообществе котельников тот самый домикам маньяк. Оказалось, что рассылку он читает, и он тут же тоже ввернулся в бой. Сразу объявлять на форуме о том, что вот у нас есть краснохолм, который необходимо отрисовать, вроде не собирались. Я еще не собирался, потому что параллельно у нас в это время на прошлые выходные назначалась так называемая маппинг-пати по Астане в Казахстане. Дмитрий Куселев ее вроде как организовал, нарисовал там пирог и очень хотел. И были подозрения, что если сейчас народ накинется на Краснохолм, быстренько его отрисует, то Астана сорвется. Ну, просто потому что все быстренько прессовали и разбежались отдыхать. Ну, по большому счету, оно так и получилось. Несмотря на то, что на форуме сразу не отписались, туда набежало много людей, потом Юршку действительно написал на форуме, быстренько сварганили пирог в Мапкрафте, и вечером туда просто набежал такой поток народу, причем грамотного народа. Короче, чуть больше, чем за сутки, весь Краснохолм и окрестности были отрисованы. Причем отрисованы очень хорошо. Ну, может быть, не на пять с плюсом, но на пять с минусом по моей завышенной шкале, да. Как, опять же, сказал Косильников, но некоторые халявят и не рисуют сараи и заборы по бингу. А, и собачьи будки, да. Ну, с собачьими будками там был отдельный вопрос, как их тегировать. Спор. Вот. Ну, и, собственно, подытожить это можно, наверное, я тут делал, да, вот, маленькую гифку. Как, собственно, происходила отрисовка. Все эти гифки любят посмотреть. В общем, как рисовался Краснохолм. Ну, вот, тут где-то сутки прошли. Оно так вот быстренько-быстренько наполнилось. Ну, и да, и после Краснохолма в итоге практически сорвалась Астана, потому что, ну, вот, она как-то началась, ее начали рисовать. Уже прошла неделя, а там все до сих пор красно. Мне кажется, что Краснохолм в этом определенно виноват. Но было весело, всем участвующим спасибо. Вот. Вопросы? В тех данных, которые от администрации пришли там по атрибутам, было что-нибудь? Да, в атрибутах там было много хорошего. Там был отдельный слой со зданиями, с земельными участками и с улицами. Улицы были подписаны, ну, в атрибутике были названия улиц. В атрибутике по зданиям была этажность, капитальность, ну, там капитальные жилые, нежилые, вот эти вот вещи. И адрес самое главное. Ну, и там в атрибутике по земельным участкам, по-моему, были кадастровые номера, нам это было неинтересно. В итоге использовали информацию по названиям улицы, по адресам. А, этажность тоже проставляли. Ну, что это дело так и не выяснили, да? Что именно? Кто основы делал, нет, не выяснили. Да, кстати, забыл упомянуть. После того, как вот это все было отрисовано, Юршикос опять написал, не разгонас, типа, ребята, вот. И мы ждали похвалы. Ну, да, мы такие. А в ответ пришел такой. Ну, да, для начала сойдет, а дальше, как видно, будет. Вот, но все равно, потом позвонили еще раз в Оренбург. Вот, вот, в эту скорую помощь. Они попросили сделать им как-то разбивку по листам А4, чтобы местный фельдшер краснохолмский, чтобы у него была актуальная карта, и, может быть, он там нам что-нибудь подправит, вот, внесет какие-нибудь правки и пришлет коррективы. Немножко не успел это сделать. Планирую в понедельник доделать, и будем им отправлять. Ну, будем надеяться, что кому-то оно понадобится. Они не рассказывали, что за проект? Нет, в подробности не вдавались. Ну, там что-то наверняка типа мониторинга машин. Что было бы, если бы не было снимков бинговских? Если бы не было бинговских снимков, мы бы, наверное, немножко попиделитерли и припирались на предмет, можно ли в чистую использовать вот эту вот геометрию, предоставленную нам, и, скорее всего, ее бы использовали. Вот эти вот домики внесли бы, контуры, условно, участков внесли бы, нарисовали бы дороги, опять же-таки, по той геометрии. Просто карта была бы не такая подробная, какой она получилась. Слушай, еще вот такое предложение. Тут я у Димы соберу. Может, стоит сделать такой шаблон документа? Шаблон письма? Нет, шаблон того, что организация, как бы хотела написать организация, чтобы правильным образом предоставить данные. Ну, шаблон письма. Нет, 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 это должен быть алгоритм. Шаблон первого. Открываете данные, прикладываете такую-то лицензию, пишете в такой адрес. Все, решайте, какая-то лицензия. Ну, идея такая витает. Надо ее только выплатить. Да, я тоже об этом думал, что по-хорошему надо было несколько вариантов. Вот, если главврача не градится, вводите данные. У нас нужна вот эта лицензия, приложенная к данным, и данные должны быть выложены где-то. Нет, мне кажется, что проще это оформлять в виде запрос-ответ. То есть, если заинтересованные люди, есть выход, и данные действительно готовы предоставить, то оформлять это в виде письма в администрацию, вот имени частного лица или организации. просим предоставить там какие-нибудь там адресные планы или какие-то вот такие вот данные для внесения там в проект OpenStreetMap под лицензию DBL, ссылка на нее, типа можете ознакомиться. А в ответ на что администрация вполне может ответить, что не имеем ничего против, прилагаем данные, которые можно вносить. Двусторонний процесс может был бы с этой стороны, и с их стороны, и с нашей. Ну да, кстати, можно. Еще у меня есть о чем подумать, согласен. Ну вот смотри, идея такая. Надо порекламируйте случай с краснофомом, да, 25-го, и написать, вот форма, да, заполняйте форму, и на следующий день, короче, 35 таких же краснофом, ну что, и померяйте. Ну да, 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 да. Кому-то это. Тебе же хотя бы как-то? На халяву. Да, первым постучится департамент транспорта города Москвы. Ну, короче, ближайший шаг, это попиарить краснофом, сказать, что вот он постучится, такой может. И сделать договор. Да, и сразу, сразу сделать. Если вы хотите, чтобы ваш город появился на эсэме, заполнить эту формулу. И приложите данные. Количество предложений ограничено. Я буду в три года. Так, ну да, в других главах. Пусть соревнуются. Смс-ки отправляются. Надо заказать эту рассылку, и сейчас памятник будет. Смс-ки. 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 Продолжение следует...